Друзья, всем привет! Сегодня решил поиграть Адской Гончи, очень давно не играл этим архетипом колод, тем более, что работая над новым проектом, который еще не вышел на канале, но скоро выйдет, я надеюсь, я наткнулся на очень интересную, любопытную колоду с Заморозкой и с Адской Гончи. Необычное сочетание с Стрелой Заморозка, заклинания, выбранные для этой колоды, Пламенный Дракон, Костяные Драконы, противовоздух, по земле защита Варвары Гоблины, Гоблины, к сожалению, мои малокаши ели, поэтому они 12 уровня, и Гончия Шара, это два Вин Кондишн, которые в сочетании с Заморозкой должны, по идее, преодолевать любую защиту. Поиграл я немного перед видео, дают вообще дикие колоды на этих трофеях, абсолютно своя мета, что-то невообразимое здесь творится, и вспомнил, прям почувствовал дух, знаете, старого, вообще далекого от меты Клэш Рояля. Поставлю Гончию, и может быть об этом пожалею, но у меня уже есть дальше там Варвары, их можно тоже сюда спокойно поставить, а Пламенным уже попробовать, кстати, у него... Ой, как он ошибается. Он мне дает возможность Гоблинами убить Маленького Принца. Еще потом... Нет, ну нет, 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 так нельзя, так нельзя, братишка, на одном ХП успел скинуть... Капец, а у него колода специально для того, чтобы... Как бы вот так вот безалаберно сыграть, а в итоге все мое законтрить. Типа нормально, да, что он ставит Хогу, у меня Варвара, а у него на Варваров ответ в руке, это эти... Мега Рыцарь его. Да-да, друзья, это нормально, это Клэш Рояль с его великолепным подбором. Ну что, теперь мы будем знать, что у него Хог имеется, и, кстати, хорошо, что он его сейчас закидывает, потому что я думал, что это выставлять на Грома или не выставлять, но здесь уже, конечно, надо выставлять и заморозку наготове держать, и заморозку, более того, прям сразу отдавать, потому что иначе он бы дал обилку, хотя нет, как оказалось, у него не было таких планов. Но в итоге одиннадцатый принц-то не тащит, это он зря взял. Нам бы дождаться двойного эликсира, чтобы в хорошем, прям так жирную атаку провести, прям так, чтобы гончая, шард, заморозка туда-куда-нибудь. Ну давайте начнем, мне кажется, подходящий момент для этого. На самом деле, против таких колод нет подходящего момента, ты ставишь гончу, он сразу контратакует, это очевидно. И костяных я, кстати, плохо поставил, получается, судя по всему. Давайте вот так вот заморозочку, с гоблинами убьем вот этого товарища. Сюда стрелы, пожалуй, чтобы потом взрывом бомбочки добить все, что там оставалось, в общем-то. Варваров готовим против Хога, вот он и идет. И костяными убиваем двух фениксов, которые что-то раскудахтались тут. Вы тут что, раскудахтались? Ой-ой-ой, что-то он, вот здесь он перебарщивает. Стрелы дадим сюда, и найти бы шанс для атаки. Давайте от защиты. Сначала мега-рыцарь, придется с костяными выставляться, успел он впихнуть этих гоблинов, а вот теперь погнали в атаку. Из середины, зря из середины, но мы здесь заморозочку вот так кинем все равно, и стрелами, наверное, добьем. Да. Там уже надо было, чтобы просто бомбочка долетела, поэтому... На самом деле, по секрету, у меня палец отскочил, я хотел перед этими выставить, перед костяными. Но что-то пошло не так. А можно вообще, наверное, поставить сразу отскочил гончу, отдать свою левую вышку, например, и снести его правую. Как вам такой расклад? Не, мне кажется, слишком радикально. Тем более гоблины против меня. Здесь гоблины очень часто попадаются, особенно гоблинская бочка, потому что вышка у меня 13-я, и гоблины, соответственно, умирают с трех тычек, и это неприятно. Вот здесь, я думаю, я попробую гончу поставить, чтобы задефаться ей от дротиста, а если не задефаюсь, то ну и что? Да. Конечно. Хотелось бы, чтобы все-таки гончу это впитало, но ну и что? Пламенным вышиб... Угу. А вот у нас стрелы, кстати, сейчас пригодятся. Давайте закинем их вот так, хотя лучше бы я вышку попал, конечно. Отстань от меня, братик. Ладно, давайте размен вышками все равно. Не хочу я полностью в защиту упарываться, я хочу и в атаку как-то поддержать. Разряд плохой, кстати, сейчас заморозку дадим. Заморозку дам, чтобы разменяться с дротистом, еще может какой-то урон по вышке нанести, потому что пламенный будет самым дальним. Да, видите? Ну, не знаю, наверное, этого не стоило. Как и не стоило ему вот так мини-пеку выставлять, мне кажется. До двойного эликсира этой колоды очень туго играется, друзья. Очень туго. Прям надо, мне кажется, в режиме защиты ей прям терпеть. Ну или вышку отдавать и по другой стороне сносить, то есть размениваться как-то. У него еще мини-пека и, да, и этот. Ну, здесь минус вышка у меня. Я думаю, я гончу поставлю просто. Сэкономлю, так сказать, эликсир. Быстрее пойду в атаку. Ой-ой-ой, он, кстати, вот здесь вот он зря, точно. Вот это вот уже было зря, это уже перебор, братик. У тебя фаербола я что-то не наблюдал. Вышибало, да, имелся. Но вышибало мы сейчас вот так вот сделаем. И он вроде как и не был вообще никогда. А потом еще стрелы вот так закинем. А что, вышибало выжил, да, серьезно? Ну ладно. Правильно отвечать. Да, серьезно. Костяные и заморозка сейчас пойдет. Давайте вот так заморозка. Раз уж он так выставил миньонов. Стрелы хорошие. А что, я урон все это время не наносил, да? А, ну понятно. У меня там шарик только сейчас я его запустил в итоге. Ну, неплохо, неплохо. Опять креативная колода, по-моему, против меня была. Вообще, в плане креативности, такие здесь колоды попадаются. Я еще когда вот эту сгончу видел, думаю, о, что-то необычное. Да что я могу знать о необычном? Вы посмотрите на эти просто произведения искусства. На этот верх Clash Royale мысли. Просто они созданы для того, чтобы быть увековечены. Но, к сожалению, не все колоды становятся популярны, друзья. Но в целом прелесть Clash Royale как раз-таки вот в таких колодах, на мой взгляд. Короче, я вдохновляюсь моих соперников на этих трофеях. Они просто красавчики. Играют в свое удовольствие. Надо мне самоделку сделать, какую-нибудь поиграть самоделкой. Давно я этим не занимался. Ставлю пламенного, если сейчас будет какой-нибудь... Я думаю, что стрела вот так есть смы... Нет, так смысла не было отдавать. Ладно. Минус вышка сразу. Капец. Ну, что я наделал опять? Все, по левой стороне Ацку гончу ставлю. Надо было, кстати, по правой, наверное. Хотя нет, он... Вот зачем он сейчас по левой идет? Спасибо, конечно. Я тогда поддержу атаку. Ему надо было по правой принца накидывать, а так я костяных выстав... А, ну понятно. Тебе, в принципе, все равно, да, братишка? Успел? Не успел. Еще и не успел. Елки-палки. Задумка была успеть воткнуть этих... Ну, все, здесь... Хотя... Ну, здесь уже все. Ну, хотя... А, ну вот здесь уже точно все же было. Ну, куда ты это делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, я тоже не понял, братишка, как это произошло. Какая-то что-то на меня... В меня вселилось, видимо. Пламенного, прежде чем он бочку свою поставит. Стрелы здесь дам, чтобы он пламенного не законтрил. Пусть бочкой дефается. Или вот, да, вот так вот пусть дефается там. Как хочет, пусть дефается, но не так, как меня не устраивает, в общем. Эти вот так гоблинов поставили, чтобы две пушки участвовали. Может, их и хватит? Да, я думаю, хватит. Я думаю, что атаковать-то мне надо по правой стороне. Да, на 2000 меньше типа урона, но... Так, что это такое? Ну, давайте варвары сюда. И пламенный сюда же, чтобы он по правой стороне, опять же, потом пошел. Сюда стрелы я дам. Не хочу, чтобы она меня напрягала как-то. И, наконец-то, я смогу поставить... Нет, я смогу дать заморозку здесь. Только заморозка меня как-то, как-то поможет мне пройти эту защиту. Только заморозка. И то не факт. Шарик надо накидывать. Дострел кручусь. Дострел верчусь. Дострел хочу кинуть. Да, минус вышка. Отлично. А может, минус и ГЗ-шка? Сейчас посмотрим. Нет, ну ГЗ-шка точно нет. Ну, это здесь я что-то... Минус ГЗ-шка. А что, может быть и да? Смотрите, он башню адскую отдал. Блин, надо было морозить. Была бы минус ГЗ-шка, возможно. Но это не точно. Угу. Ну что, давайте костяные. Шар, я думаю. Опять же, гоблины здесь. Заморозку ждем. Стрелы сначала отдаем. Заморозку сюда. Успел? Пойдет, пойдет. Хорошо. И варвары, я думаю. Нет, теперь уже не варвары. Теперь уже еще костяные. И вот теперь уже варвары, наверное. Да, сюда варвары можно докинуть. Дальше будет шар. И все, это победа. Просто задавили его. Ух. Ну, это было сурово. Креатив просто не перестает хлестать из планшета мне в лицо. Он, кстати, ни разу рыбака-то не поставил. А против чего? Ну да, здесь и не против, и нечего стать. Просто прикиньте, всю игру мертвой карты пролежал у него рыбак. Ну, по нему не скажут, что он как-то от этого страдал. Хорошо играл. Сопротивлялся. Не хочется выставлять сразу же наземную карту защиты, потому что у меня их всего две таких в колоде. Поэтому давайте лучше посидим, подождем. Тем более у нас на двойном эликсире раскрывается дека. Ну, ладно, ладно. Все-таки он поставил, смотрите-ка. Ну, ладно, ладно тогда, да. Я, собственно, и хотел ее поставить, гончую, и поставлю. Хотел сначала сказать, что ладно, ладно, для вас, друзья, буду играть остро атакующую роль. Блин. А Валькирия пройдет, да, в другую, да, область все-таки? Очень жаль. Ладно, тогда костяных накину, или сейчас посмотрим, что? Сейчас ждем, ждем, ждем. Оп, стрелы тогда. Хорошо, что костяных не выставил. Так бы у меня варвары не дошли. А вот теперь заморозку есть смысл отдать. Куда она запокусится? Блин. Игова. Ну, я думаю, я отдам заморозку. А что нет? Она же нанесет урон какой-то в итоге? Не, не нанесет, да? Ну, хотя нет, смотрите, щенята-то с заморозкой. Что-то наносят, что-то могут. Не так, чтобы впечатляющие, но что-то умеют. Да, неприятненько, конечно. Но хорошо, что у меня есть ответ на его огненную лучницу. И, кстати, смотрите, костяные в итоге в ответку хорошо залетели. Здесь можно будет пламенным, наверное, активировать ГЗ-шку. И у него сейчас есть еще Тесла. И он ее, наверное, будет ставить сейчас? Или что там? А, ну да, зачем? Смысл Теслу противовоздушную карту ставить, когда можно поставить Стражей, которые, в принципе-то, не нужны. Что там будет? Что там будет? Садится на баране будет? Ну, мы здесь будем Варвары плюс Заморозка дефаться, очевидно. Со стрелами, с шариком сюда вот таким вот. И с гоблинами понизу еще тоже пойдем. Пойдем прям нагло его, прям так терроризировать прям серьезно. Ой, нет, гонщик этот, здесь не поможет, братан, не поможет. Заморозка. Хорошо, долетели. Всадница не доехала. Можем теперь просто готовиться к защите и защищаться, и все будет хорошо. Давайте Валькирия сначала. Варвары. Блин, не смогу задефаться, да? Да, не смогу. Ага. Ладно, давайте гончу. По правой стороне попробуем поработать. Чувствую силы в этом направлении. Что-то по левой, что ли, собрался? Нет. По левой он не будет атаковать. Это хорошо уже. Хотя было бы неожиданно. Ну-ка, давайте-ка его удивим. Сюрпрайз. Сюда стрелы. Да с заморозочкой, чтобы избавиться от эволюционной. Огненной лучницы. Ииии, это победа. Причем гончая была с фуловым здоровьем. Что-то я не так, значит, сделал. Ну, неудивительно. Если вы, друзья, замечаете ошибки в моей игре гончей, то это нормально, потому что я этим архетипом играл меньше всего в Clash Royale. И он мне менее всего понятен. Так чисто теоретически что-то догадываюсь. Но не претендую ни в коем случае на образцово-показательную игру. Так, варвары в деф. Ну, а что остается? Шар в атаку. А чем мне еще дефать это было? Здесь можно стрелы, кстати, дать. В принципе-то пойдет. Потому что этих законтрили урон еще шар... Ой, хорошо, еще сейчас шар взорвется, да. И в принципе-то мы уже почти законтрили ведьму. Ну да, ну ладно, тогда вот так. Их с гоблинами. С гоблинами дефаемся. Вроде нормально. Вроде по моде. Да, но 6 единиц эликсира против атаки, в которую он докинул по сути 3. А ведьма себя как-никак окупила, потому что заставила отдать эликсир на себя. Так что не все так хорошо в этой игре в начале. Но опять же, двойной эликсир наше все, друзья. С этой колодой. Не успел, да я? Успел хотя, хорошо. И опять эта ведьма. Может на нее заморозку смысл есть отдавать? Ну точно не до двойного эликсира. Ну вот так дам, так дам. Уговорил. Еще бы пламенный на ней зафокусился, но нет. Сейчас опять будем так же дефаться, как дефались. Но на этот раз возможно или нет? Да, на этот раз точно не так, как дефались будем дефаться. На этот раз будем дефаться вот так. И гоблинами уже будем бочку дефать. Ну как смог. Гоблины у меня 12-е, друзья, напоминаю. Поэтому были бы фуловые, конечно, было бы лучше. Так, давайте варвары прям сюда, чтобы первый выстрел в них, ладно. Но, а дальше прям быстро, чтобы задефать ее. От одного гоблина я еще готов получить урон. Хоть в атаке у меня, кстати, все вообще печально. Пока терплю. Но пока не дает он мне пространство для маневра. Давайте вот так шар. Я чувствую, что сейчас есть брешенька. Есть у меня еще заморозочка. Поэтому вот так вот ее дадим немножечко. Стрелы может тоже накинем. Накинем, я думаю, стрелы. Он, кстати, плохо среагировал. И мортиру-то потерял. И сейчас будет, правда, сложная атака. Я думаю, что вот так надо делать. И костяных выставлять вот сюда. Готовлюсь шарик закидывать. Снова. Под прикрытием-то варваров. И заморозка на готове. Он будет мортирой дефаться? По идее, должен. Заморозка. Мортира. Стрела от меня. Долети. 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 Не долетел. Серьезно? Серьезно? Нет. Ну нет. Ну нет. Это очень обидно. Это очень обидно, друзья мои. Не хватило мне уровня вышки. Тупо не хватило уровня вышки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ни разу нормальный огончу не поставил в этой игре. Надо было, конечно, чуть иначе. Чуть иначе отыгрывать. Ну вот ведьма у него постоянно очень хорошо разменивалась. Нечем убивать ведьму в колодах без пейрбола. Типичных, привычных, так скажем, заклинаний. Минус один по правой стороне, но зато, ну, по эликсиру. О-о-о-о. Блин. Заморозку надо отдавать, наверное. Да, я думаю, заморозка. По правой стороне я уже изначально был готов не дефать. То, чем он дефался от шарика. А вот по левой стороне сейчас мы что-то сделаем. Сделаем небольшие латинские танцы. Нет. Вообще просто не то, что я хотел, конечно. Ну давайте костяных там вроде как должно хватить. Стрелы сюда дам. Я не продавлю, да? Да. Костяной живи. Дря я так сделал, но... Хотя... Пламенный... Все, в принципе, со всеми его воздушными картами разменялись. Ему сейчас в атаку-то особо не пойти, наверное. А мне можно. Да, у него же нет сейчас противовоздушных карт. Он отдал... А, только дракончик. У него три дракона, ты что, сумасшедший, братик? Точно, у него же этот дракон с самого начала был. Но здесь шар все равно долетит. Заморозку снова отдадим. Короче, все то же самое зеркально, только по другой стороне. Нормально, нормально разыграли. Забавно, весело. К сожалению, только гончую я сейчас впихнуть не смогу. А вот костяных смогу. И шарик-то смогу еще запихнуть сюда. В эту атаку. И надеюсь, он даже... А-а-а-а... Да-да, костяного хорошо поставил. Молодец. Не костяного, а пламенного. Но теперь он без пламенного. Поэтому ставим адскую гончую. Да не, он все равно успеет крутануться. У него там будет гром. У него там все будет нормально. Все у него будет тип-топ, друзья. Если вы за него переживаете, не переживайте. Все у этого... Моего соперника будет хорошо. Давайте гоблинов сюда. Сюда заморозку. И варваров вот сюда. Варвары, можно, пожалуйста... Да, молодцы. Именно об этом я вас и просил. Вы такие догадливые, друзья мои. А он не поставил, кстати, очень важного дракона. Электро. И он теперь без контроля. И вот только сейчас он его ставит. И сейчас он уже... Уже и все. Уже вроде как и не надо. Уже и отыгрывается заморозкой, более того. Да, с тремя драконами, дружище, мне попался. Три дракона. Ни один не остановил мою... Адскую гончую, мощную. Не, ну останавливали, конечно, технически. Но в конечном итоге... Королевский чемпион, кстати. Интересно посмотреть, какие у них лиги на пути легенд. Искатель этот не играет. Но многие вообще не играют. Конечно, здесь вон как интересно. Просто что ни колода, то шедевр. Никогда не знаешь, чего ждать. Ну что, давайте еще одну финальную игру, я думаю. И будем закругляться. Потому что эмоции я получил. Можно будет и... Ох ты, еще и 12 уровень против меня. Не ожидал, не ожидал. Ну, дружище, ты сразу не... А, ну у тебя гоблинская бочка. У него все шансы тогда. Даже несмотря на отставание по уровню. Хотя это навряд ли ломб... Ну это локбейт, да. Но просто он... Скорее всего он какой-то самодельный. Блин. Ну ладно. Давайте так я сделаю. Это зря, наверное. Ну по правой стороне я уже... Так как я уже начал отыгрывать так. То по правой стороне я пропускаю его атаку. Но я здесь стрелы дам. И у него наверняка сейчас будет адская башня, да. Но у нас есть заморозка. Так что норм. Или ракета. Ну что-то у тебя да будет, да. Я так и знал. Я так и знал. Я так и знал. Ну кстати, так-то и не очень-то и плохо получилось. В смысле мы его вышку-то уже почти тоже забрали. Он намного, конечно, урона нанес. И морального. Ну я уверен, кстати, что у него адская башня. Я прям ставлю... Да не, ничего не ставлю. Не уверен. Потому что здесь такие трофеи. Ничему нельзя быть уверенным. Ставлю гончую в последний момент. Чем его, кстати, удивляю. И это хороший сюрприз. Не для него, конечно. Но в целом для меня это прям хороший был плей. Он вообще не ожидал такого поворота событий. Поэтому вышку теряет уже гарантированно. И можно было бы мне сконцентрироваться на защите. Но нет, друзья мои. Здесь уже... А у него, кстати, может быть вообще башни нет. Вот такое тоже может быть. Давайте варварами здесь задефаемся. Тычку от принцессы получим. Но вышки давать больно не будем делать. И ни в коем случае сейчас никаких стрел и шариков сюда не докидываем. Давайте-ка заморозку вот так я дам. Я надеюсь, они разменяются. Да, разменяются. Поэтому заморозка себя окупила. В данном случае, на мой взгляд, полностью окупила. Давайте так. 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 Я не знаю, что дальше делать. Потому что дефаться здесь больше никак. Так-так, а дальше никак. Так-так, и дальше вот никак. Как-то так. Но это контру прям подобрало жесткую. Прям жесткую. Ладно, давайте вот так сделаем. И заморозку, наверное, придется давать. Или... Не, стрелы я здесь дам. Смотрите, сколько у него противовоздушных карт. И сколько... Как я могу... Чем я могу это законтрить. Ужас. Пламенного сюда. Вот как меня атаковать в этой игре? Давайте пусть пламенный танчит, а я шарик в атаку. Здесь вот так. И с гоблинами. Братишка, ты ничего не забыл? А ты ничего не забыл, братан? Явно забывший что-то, братан. Прям чувствуется, что что-то он забыл. Как будто бы он этот... Там уже у него просто... Я великий геостротег. Там фигачит во все стороны. У меня такое тоже бывает. Я тоже думаю, нифига, как я круто атакую. Как я... О-о-о-о, попробуй выкусить. Э, возьми это, законтри это. Бамс, минус вышка, все. Я спать. Так что, друзья, такая колода. Я не знаю, как вам эти игры, как вам она в целом. Пока еще не знаю. Но прочитаю ваши комментарии. Обязательно прочитаю и узнаю. По мне так очень-очень весело. Во всяком случае, это что-то необычное. И что-то, знаете, новое. Я вот Адской Гончии с удовольствием не играл практически никогда. Прям так, чтобы кайфовать. Не мой архетип. Но вот с этой колодой мне уж становится интересно. Очень многое зависит от заморозки. Меньше страдаешь от контры. Потому что Гончии, когда играешь, попадаются часто такие колоды, которые, ну, просто забей. Ты просто не понимаешь, как это обыгрывать. С заморозкой как-то понимание побольше все-таки появляется. И вариантов, мне кажется, тоже побольше в итоге. Были бы Гоблины 14, так вообще было бы сочно, наверное. Ну, а так, в целом, я доволен. Сколько я полтора-два часика поиграл, апнул 300 трофеев этой колодой. Да, вот, 7,435 там было, 7,435. Да, два часа поиграл. Сколько было-то? А, вот. Было 7,229, стало 7,700. 500 трофеев, 500 трофеев за два часика этой колодой. Делайте, выводы делайте сами. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok